здравствуйте друзья с вами канал мой огород в эстонии сейчас я опять поливаю и сейчас я кормлю залой разбрасываю залу и поливая сверху по зале я проживаю в эстонии на западе эстонии сейчас у нас стоит аномальная жара такой жары у нас еще в моей памяти не было на моей памяти вот и хочу сегодня поговорить про некоторые сорта томатов это теплица на фундаменте она в коньке три с половиной метра это конечно для помидоров очень удобно потому что другая теплица в которой был уже обзор томатов она два с половиной метра потому что она вкопана в старый фундамент и для томатов это плохо и вообще там томаты уперлись потолок я первый год туда томаты посадила это конечно неправильное действие ну вот сейчас я вам показываю сумасшедшую вишню барри вот такое цветение на ней она еще не высокая ну наверное метр уже есть и она вот смотрите уже вот третья кисть и вот такие бешеные кисти и это действительно так вон они уже завязываются практически все кисти в прошлом году были завязаны мелкие помидорки ну как мелкие тоже относительно не горох а как черри такие вот кун даже магазинах такой размерчик продается но у них есть такая особенность они очень осыпаются и еще их любят гусеницы зелеными съели у меня в прошлом году зеленые помидоры прогрязали гусеницы но у меня была это бабочка то и и и еще называют капустной капустница я забыла как она называется и в общем она живет в земле и потом выводит гусеницы которые поедают наши урожаи вот и осенью и весной мы перекопали парник потому что обычно я не перекапываю я стараюсь заниматься природным земледелием я не перекапываю но пришлось перекопать и знаете я нашла очень много проволочника так что я даже очень рада что мы перекопали ну и я надеюсь что этой бабочки не будет в этом году ну вот сумасшедшая вишня баре я буду ее показывать развитие но она конечно волшебная ей надо очень много места и поэтому она у меня посажена видите с краешку на грядке где перцы она одна правда по царски потому что в прошлом году она у меня была здесь посажена и она конечно осыпалась от любого прикосновения и в общем было тяжеловато ей но вся была завязана меняюсь за грязные руки но пока она у меня в руках я вам показываю это вот бабочка совка я боюсь отпустить это очень опасный брак в теплице она живет в земле там откладывает яйца и потом вылезают эти гусеницы и пожирают все подряд совка истребляйте и видите перекопка ничего не дала она все равно есть в этой теплице у меня посажены только экзотические сорта которых я еще никогда не сажала ну вот на этой стороне не все не сажала вот сокрушенное сердце сажала в прошлом году но она выглядела совершенно по-другому и вот смотрите это вам видно вот такая толстая одна кисть он очень жрел этот куст и вот этот они до сих пор такие не худенькие и так и растут но прекрасно к завязывает какие кисточки красивые и вон уже следующая пошла и вот цветет это сокрушенное сердце ну говорю один год это не показатель точно потому что в прошлом году он тоже очень хорошо завязывал но он выглядел совершенно по-другому он был наоборот тощий тощий и такой с ажурным листом такой нежный весь был в этом году он постарался я думала ничего завязывать не будет вот это новый сорт желтые торбочки очень хорошо завязывает и с той стороны там торбочек прямо море около стены там я туда могу пролезть очень хорошо завязывать желтые торбочки но я его не пробовала интересно какой он по вкусу же 4 кисть завязывается смотрите он хорошо он не пропускает в эту жару он он как высоко какие крупные это должны быть крупные томатики виде таких пакетиков ну вон такие это томат медовое сердце он завязал сразу такие хорошие крупные не знаю сердце это или нет ну вот такие томатики их много есть хорошая первая вот вторая кисть вот третья кисть и он завершковался как будто бы поэтому мне это не нравится конечно я оставлю пасынок но и пасынков там нету а первая кисть отличная очень красивая кисть это томатик мечта алисы в прошлом году его выращивала но меня в прошлом году не впечатлил количеством по вкусу он шикарный по красоте просто очень красивый томат но как-то количество было очень незначительным а в этом году смотрите ну намного больше чем в прошлом в прошлом году вообще постучно то можно было сосчитать помидорки а сейчас вон и малышей много так что у него и кисти такие вон продление кисти в этом году почти на всех экзотах да это мечта алисы ну и еще посмеемся так сказать это написано фляшин вот такие огромные как арбузики вон томаты огромные томаты да они уже прямо еще вот там висят и вот и вторая кисть и 3 и вот четвертая кисть тоже уже с томатиками но это не может быть фляшин у фляшина совсем другой формы томаты вообще у меня в этом году очень много и пересорта и вообще обмана что есть но есть некоторые разочарования то что я очень хотела я совершенно не получила вообще в этой теплице должны были быть только оранжево-желтые томаты но не знаю что получится это лискин нос в прошлом году с ним сталкивалась сажала я прямо в него влюбилась он был очень вкусный а вот это оранжевая немецкая клубника они как-то очень похожи ну посмотрим что будет вот они тут тоже это тоже лискин нос написано вот эти кисти у него прошлом году я вам скажу было больше томатов на нем на лискином носе он был хорошо увешан но кстати он начал хорошо завязываться именно когда ближе к осени да так что еще есть надежда этот томатик попал сюда ну случайно это вместе с перцем он вырос в одном горшочке я его оставила какое-то сердце но он весь увешанный ну тут конечно простор перец под ним тоже хорошо вяжет смотрите как в этом году я же перец его просто море на кусте сейчас вот сверху уже немножко сбрасывает надо кормить цветочки а так вообще перец очень хорошо в этом году вяжет и всякие сорта да какие-то позже какие-то так что перец тоже не любит жару вообще не любит жару ну что делать богу что у нас жара нас лето настоящее а вот мое полное разочарование я еще так много кустов посадила это должно было быть ночной свечой а это горох он конечно завязывает хорошо там раз два три четыре пять уже шестую кисть но это совершенно не то и вообще мне кажется это невысокий томат будет ну полуиндет где-то метр восемьдесят наверное я такие не люблю я люблю индеты индеты дают первую кисть после 11-14 листа индеты которые не имеют точки роста которые могут расти больше трех метров потом идут полуиндеты это который до двух метров потом идут деты они дают детерминатные сорта дают после девятого листа первую кисть и всегда можно понять что у вас растет по счетам и также между кистями у дэтов три листа даже бывает два у индетов четыре и если мы обрываем конкретно листья снизу то он может дать и больше в промежутках листьев и 5 и 6 потому что ему надо много листьев чтобы выкормить такую массу томатов это сто процентов вот так что вот такое разочарование а это у меня тоже сердце только я теперь уже не помню какой из них кровоточащие а какой из них сокрушенное сердце тоже очень хорошо вяжет да весь в томатах и там с той стороны вообще полные кисти мне уже не полезу очень мне тут некомфортно скажу я вам ну вот такие сейчас на данный момент экзоты но еще много сортов которых я вам не рассказала потом попозже расскажу когда они более менее нальются побольше это позже я сажала это были сад сорта который мне прислали с украины там амана оранж там королева елизавета и королева еще какая-то я уж не помню ну в общем такие названия ну и это украинские сорта посмотрим что из них получится до новых встреч пишите комментарии какие сорта вы испытываете ставьте лайки дизлайки всем хороших урожаев